Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Сегодня у нас 26 августа 2023 года. Мы решили сегодня заехать к моему еще другу одному, Алексею Михайленко. Он нам сейчас расскажет, что удалось в этом году. Но то, что я вижу, здесь, конечно, возникли отдельные трудности. Мы прошли хорошо заморозки, но, к сожалению, осы в этом году намного подпортили немного виноградник. Но все равно, тут есть на что посмотреть. Сейчас Алексей нам расскажет о своих достижениях по этому году. Что-то лучше, что-то хуже. В общем, передаю ему слово. Здравствуйте! Да, конечно, в этом году все не так просто. Заморозки, да, ну, как Вадим сказал, мы прошли нормально, весенние. А вот с осами пришлось бороться, ну, и не очень удачно. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот, сорт-сюрприз. Ягода такая нормальная, крупная. И он уже почти поспел, жёлтый. Как бы на него я успел водить мешочки, и его засадь не очень-то потревожила. Ну, выглядит он очень респектабельно. Я вижу, тут ягода уже набирает кондиции свои. И это сорт Владимира Силкова. Очень достойная форма. Ну, вот эта красотка уже почти окрасилась. Как бы, ну, не совсем. Ну, на неё тоже осана пала. Ну, вид у неё интересный. Под маникюр, можно сказать, фингер. Мы, конечно, её тоже продегустируем. Это сорт Евгения Павловского. Выглядит тоже очень-очень аппетитно. Вот это сорт Рэмбо. Видите, он должен быть синий. Но окрашивание очень плохо происходит. В наших условиях, видно, этот сорт не будет вызревать. Три года я его испытываю. Ну, придётся расставаться, наверное. Да, видно, что по всей видимости, этот сорт не раскрывает свои способности. Похоже, он не совсем подходит для северных регионов. Возможно, в южных регионах он тебя будет показывать гораздо лучше. Этот сорт выведен Виктором Калугиным. Дальше вот у нас роза ранее. Но это, конечно, очень перспективный сорт. К сожалению, в этом году его очень сильно потрепала оса. Это как бы я то, что вот успел сохранить. Созрел. Сладкий, вкусный. Но больше 50% порожая я уже, конечно, уничтожил. Потому что оса надкусывают и начинают гроздь гнить. Сорт довольно интересный. Как вы знаете, он чем-то напоминает арбузик. Он был выведен пысанкой Олегом Михайловичем. Очень вкусный сорт. Я говорю, что напоминает арбузик. Ягода, видите, отточенная. Довольно неплохо выдает урожайность. Но, как мы видим, оса, конечно, безжалостно его бьет. Надо защищать. Ну, этот оса, который больше всех пострадал в этом году от ос. Я был не готов к этому нашествию. А он стал зреть самый первый. И самый первый. И больше всех пострадал. Ну, то, что удалось спасти, конечно, радует. Вкусный сорт. Да, это изюминка, можно сказать. Осы тоже не дураки, можно сказать так. Они выбирают самые вкусные. В основном, в приоритете у них именно мускатные сорта. Это общеизвестный сорт классика, я бы его назвал бы. Он выведен в институте Таисии Сониной, за что ей также огромное спасибо. Сорт действительно стоит того, чтобы иметь его на наших виноградниках. С его неповторимым, эталонным, мускатным привкусом. С хрустящей мякотью. Ну, а это эталон вкуса. Наша самая вкусная ягода, сорт Прима Украины. На вид она не очень. Ягода круглая, ничем не примечательная. Но вкус, конечно, не бесподобный. И урожайность соответствующая такая. Всегда выдавод. Водовод каждый год очень много. Наверное, две трети урожая я когда-то при нормировке удалил. Это вот то, что осталось. Да, закладывает она очень хорошо. Конечно, ценится этот сорт прежде всего за таким парфюмерным, мускатным вкусом. Его также можно пробовать даже в северных регионах выращивать в открытом грунте. Сорт Прима Украины. Выведен Виктором Владимиром Плесуновым. И на пасынках, кстати, это очень урожайный сорт. Вот, вызревшая ягода на пасынке. Можно два урожая собирать. А это кишмишу, кишмиш Володар. Мне очень нравится на вид, на вкус. Ну, на вкус, как все кишмиши, сладкая. А вот вид очень не сыпется. Их болезнями не поражаются. Очень красивая ягода. Такой интересной формы. Да, урожайность-то тоже прекраснейшая. Вкус, я думаю, тоже. Ну, особых изысков нет. Но радует то, что, как сказал Алексей, именно вот его неприхотливость в условиях. На сегодняшний день он готов. И выведен он селекционером-загорульком Виталием Владимировичем. Ну, а это ландыш. Еще один представитель сортов с мускатным вкусом. Очень хороший мускат, не навязчивый. И очень красивая ягода. И грозди. И сам куст такой компактный. Не разрастается беспорядочно. И урожайность на нем, как видите, но это вот первый урожай. В прошлом году были сигналки. Очень хороший урожай. Да, довольно интересная форма. Это также форма Виталия Владимировича-загорулька. Конечно, вкус у него бесподобный. Мускатиком, как подчеркнул Алексей. Довольно интересный сорт. Ну, вот это Каталония. Один из представителей немногочисленных синих, синих, темных сортов ягод. Очень хорошо. Тоже первый урожай в этом году. В прошлом году сигналки были. И, видите, грозди такая приличная. Уже окрашивание полностью прошло. Я думаю, что не только окрашивание. Судя по состоянию самой лозы, как вы видите, ягода уже вполне должна набрать свои вкусовые качества. Это сорт Александра Бурдака. Очень сверхраннего срока созревания. Но этому сорту надо именно отвисеться немножечко после полного окрашивания. Ну, видите, интересно. Да, он висит очень хорошо. Ну, а это Тимур. Ну, это сорт очень старый. И он мало у кого вообще, мало кто его выращивает. Ну, мне он очень нравится. Люди отказались от него. Я не понимаю, почему. Сладкий, красивый, и опыляется неплохо. Ну, а бывают года, когда опыление не очень. Но это редко. Да, это старая добрая классика. Институтский сорт. И очень урожайный. А это еще один представитель мускатных вкусов. Розмус. Тоже вот красивый сорт. Розовый. Ягода крупная. Ну, грозь и средняя. Но на вкус, конечно, бесподобный. Это сорт Виталия Владимировича Загорулька. Конечно, вкус у него действительно изысканный. Хороший мускат. Закладка урожая тоже неплохая. То есть, довольно интересный сорт. Ну, это старая гвардия Аркадия. Сорт бесподобный. Ну, я не знаю. Всем сортам сорт. Очень хорошо закладывает. Грозди крупные. Ну, грозди средние, но ягода такая вот красивая. Да, это всем сортам сорт. Институтский сорт. Аркадия. Которая, в общем-то, каждый год выдает стабильный урожай с прекрасной ягодой. Да и вкус при полном созревании у ней должен появиться мускат. Ну, и следом сразу идет тоже очень старый сорт. Очень хорошо себе зарекомендовавший. Это Аладдин. Ну, он похож на Аркадию чем-то. И формой. Только что розовинка у него еще есть. И тоже очень хорошо закладывает урожай. Очень урожай. Ну, вот тут видно. Сорт тоже очень интересный. Очень стабильный. Практически не болеющий. И всегда с урожаем. Также институтский сорт Аладдин. Ну, вот это мы перешли в мою новую теплицу. Я достроил еще одну. И высажены новые сорта. Ну, новые они относительно. Ну, у меня новые. И вот эта сигнальная гроздочка. Гроздочка. Ну, это вот одна треть от той грозди, которую я заложила. Это Академик. Тоже синий сорт, которых у меня мало. Ну, будем надеяться, что покажет себя с хорошей стороны. Да, очень интересная гроздь. На этот сорт очень много нареканий в плане горошения, незакладки нормальных гроздей. Но все решает место посадки. Вы видите, что вот первое плодоношение при урезанной грозди, тем более. То есть, я думаю, что сорт очень достойный. Это тоже институтский выведенный магарач сорт. Вполне себя покажет у Алексея в новой пристроенной теплице. Ну, вот это мои новые теплицкие, новые сорта. Это Гелиадор. В этом году весной посажен. Видите, растет хорошо. Вот еще Мальчик с пальчик. Ну, он в прошлом году в ведре рос. А в прошлом году в ведре, а в этом году вот он тут. Будем ждать урожая. Вот розовый Нил, новый сорт. Вообще, новый, как бы мало где на суху. Это форма Виктора Калугина. Будем ее испытывать. Это джуна. Форма Сергея Агусева. Тоже будем проверять ее в условиях Витебщины. Тут помидорок потерялся пестрый. Помидоры его заслонили. Это форма также Сергея Агусева, который вкус мускатный. Еще один сорт Бананас. Тоже из ведре рос в прошлом году. Уже зреет лоза. Пока все хорошо. Форма Олега Михайловича пысанки Бананас. Ну, и последний сорт бесподобный. Тоже хорошие отзывы о нем. Будем пытаться все это вырастить. Форма Олега Михайловича пысанки также бесподобна. Ну, вот, друзья, мы совершили с вами экскурсию по китричкам Леши Михайленко. Он показывал вам, рассказал свои результаты. Результаты, как обычно, впечатляющие. Будем надеяться, что его и молодые посадки также себя покажут. Сейчас мы, конечно, сделаем небольшую дегустацию еще отдельных сортов. Так что успехов, Алексей, на твоем поприще. Процветания твоему винограднику. Что все у нас было тут на мази, как говорят. Ну, и набраться опыта по борьбе с осами. Ну, это да. Ну, Владим, спасибо тебе, конечно, что приезжаешь и не забываешь. Как бы без тебя тут вообще ничего бы не было. Ты учитель мой. И, как бы, будем стараться. Будем что-то новое растить. Все же интересно. Ну, я думаю, что все у тебя получится. Спасибо за теплые слова. Еще раз хочу подчеркнуть, мы находимся в деревне Мяжно Полоцкого района у моего друга и ученика Алексея Михайленка. Надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным в какой-то мере. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Размещение этого видео будет также на параллельных площадках Instagram, Telegram. Ссылка будет в описании под видео. До новых встреч. С вами был Вадим Точилин и Алексей Михайленко. Субтитры сделал DimaTorzok